Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Сегодня начинаем новое упражнение, новой игры Total War Троицарствия, который должен выйти 23 мая. Вот, дали мне ключ раннего доступа и можно будет поиграть. О чем эта новая игра? Она рассказывает нам про период, как несложно догадаться о Троицарствии в Китае, 190 год нашей эры, когда страна была разделена, империя Хань пала на ее место, пришли воинствующие лорды или воинствующие военачальники, губернаторы и так дальше, и преступники, и вот народное восстание. Я немного расскажу вам про силы, которые здесь есть. Коалиции это такие военачальники, которые объединяются и пытаются скинуть, сбросить узурпатора. Такой вот жирненький мужичок есть, который сверх императора разорил столицу, и вот эти вот парни пытаются восстановить порядок Китая. Также тут есть губернаторы, то есть это люди, которые раньше правили в своих провинциях, но с распадом империи. Они взяли, по сути, власть осталась у них в руках, и они пытаются защитить свои бывшие владения, взять их под контроль, защитить людей, которые там проживают. Но преступники, понятное дело, кто такие и чем они пахнут. Ну и желтые повязки это DLC, которая будет доступна на релизе, пока что не доступна. Это у нас такое народное восстание рабочей крестьянской армии, можно и так сказать. Играем мы за Кун Жуна, это великий ученый. Почему именно его выбрал, почему не кого-то из коалиции? Ну, коалиции это, конечно, хорошо, это интересно, это военачальники. Но мне хочется поиграть за такого человека. Успешное правление в Китае невозможно без поддержки образования. По крайней мере, в это верит Кун Жуна. Кун Жуна это бывший губернатор, который находится на северо-востоке самого Китая. Почти на полуострове, вот это вот положение у него стартовые сложные. В специализации персонажа он стратег. То есть, ну тут зависимо от специализации, там есть стратегии и так дальше. Разные войска доступны для найма. Вот, вот этот Дун Джо, это узурпатор, который, как я говорил, сверх династию. Вот здесь бывшая столица находится, она разорена. Тут Цау-Цау, это из коалиции. Вот они все вроде как из коалиции находятся. По параметрах давайте посмотрим. Сложность поставим на очень сложно. Разрешенность будет, ну пусть будет тут 40 минут. Все равно тут очень редко, очень быстрые бои, как и всех тут онварах. Вот, время дня. Это время, которое будет вам показано на карте. Я выберу день. Я тут поиграл немного, меняется постоянно время, то ночью-ночью вообще очень, очень, очень плохо все видно. Вот, советника отключим. Хеористичность битв не будем включать, потому что я нубас. Так, что дальше еще? Ну, на легенде не играю, соответственно, потому что я тоже нубас. Вот тут у нас два режима игры есть. Это новинка такая в этом татаворе. Есть роман. Вот, то есть такая, скажем, полумифическая, можно даже так сказать, компания. Ну, не мифическая, конечно. В общем, тут ваши генералы, они выступают в качестве таких вот героев, как в Вархаммере. У каждого там какие-то свои способности, каждый может там раскидать 50 вражеских воинов, там, кунг-фу, вот это вот все. И есть хроники. Это исторический режим, где ваши правители, ваши генералы, они стоят во главе конного отряда. Вместо таких терминаторов, каракистов. Вот. Ну, это, конечно, более зрелищно, но я все-таки выберу хроники. Не знаю, мне что-то это больше нравится, когда генерал находится на поле боя, окружен своей свитой, своими телохранителями. Они, как терминатор, вырываются вражеские ряды. Так, тут нам доступны такие уникальные арбалетчики. Да. Да, и это, и это арбалетчики. Академия культуры. У нас доступны цепочки образовательных построек. Ну, поскольку мы великий ученый. Вообще, по истории, вот этот человек, он был писателем, поэтом при дворе. Но тут его сделали ученые. Ну, может, еще и ученым был. Так что на Википедии мне получилось о нем узнать, то, что я вам и рассказываю. Вот. И у нас есть еще поручение в сфере образования, образовательной программы, доход в коммерции. И верность империи Хань, вот это немного странная штука, потому что мы будем воевать, захватывать бывшие имперские города. Тут написано, что мы верны. Нельзя заявить претензии на императорскую власть, создав императорскую резиденцию. Можно стать императором или заходить в столицу другого императора. Ну, это тоже такое. Так что у вас еще полезный рост населения и торговое влияние. Хорошо, я думаю, можно стартовать. Тут нам сейчас все немного еще расскажут истории. Тиран Дун Джо повелевает пламенем разрушения. Ло Ян в огне. Власть Евнуха впала. Большая столица. Династия Хань гибнет. Целое поколение потеряно. Знание убывает. Кун Джун не может сидеть сложа руки. Китай спасется мудростью, когда война восстановит порядок. Китай охвачен смятением. Великую империю Хань, простоявшую долгие столетия, разъедает коррупция. Отряды желтых повязок, насчитывающие тысячи воинов, восстали по всей стране, занимая область за областью. Верные императору генералы выступили против мятежников и подавили восстание. Однако, несмотря на эту победу, анархия разрасталась. Чтобы победить коррупцию в самом сердце империи, верные полководцы напали на императорский дворец и перебили десятерых евнухов, источник большинства бед страны. Военачальник Дун Джо, обезумев, взял в плен самого императора. Никто не смел выступить против него. Ведь на стороне Дун Джо бился великий воин Люй Бу. В ответ на возмутительные действия Дун Джо, многие назвали бы их изменой, группа военачальников во главе с харизматичным Юань Шао образовала коалицию для спасения династии Хань. Столкнувшись с этим объединенным фронтом, Дун Джо отступил на запад, в свою твердыню Чанянь. Алоян, старую столицу, спалил дотла. Наступил 190-й год, и коалиция практически развалилась. Многие князья увидели в наступившем хаосе возможность улучшить свое положение. Остатки желтых повязок все еще бродят по стране, сражаясь во имя грядущей эпохи желтого неба. А многочисленные солдаты удачи чувствуют ветер перемен и готовы ковать собственную судьбу. Чаши весов колеблется. Какая участь ожидает Китай? Вот такая краткая историческая справка. Нам тут немного поведали. Посмотрим мультик. Лоян сожжен коварным Дун Джо. Какое варварство! Сколько погибших! Сколько утрачено навеки! Его власть безгранична. Он направляется с императором на запад. Империя оказалась под властью тирана. Поистину печальные новости. Но есть дела и поважнее. Рядом с домом. Да, владыка. Желтые повязки не сдаются. И сильнее всего они в ваших владениях. Надо восстановить утраченное. Школы, центры учености. Лишь мудрость позволит нам пережить этот катаклизм. А что насчет коалиции? Цао-Цао манипулирует ими. Их он смог одурачить. Подлый змей. Но меня нет. Напрасно они доверились ему. Я не повторю их ошибки. Кун Джун, ваша мудрость известна каждому. Скажите, что думаете о наших бедах. И весь Китай прислушается к вам. Так, дает нам задание. Прежде чем начнем, хочу сказать, что в описании есть ссылка, где вы можете оформить предзаказ на эту игру. Вот. А еще тоже скажу вам такое, что если хотите больше узнать о историческом периоде, вообще об истории античного Китая, то есть такой канал BadCorn на YouTube. Если я не забуду, кину тоже на него ссылку. Там он недавно проводил серию стримов. И он вот рассказывал про историю. Это не реклама, это я просто с вами делюсь такой полезной информацией. Вот я сам очень внимательно, ну, надо сказать, внимательно. Просто слушал то, что он рассказывает. И там действительно он все раскладывает по полочкам. Ведь что мы знаем про историю древнего Китая? Ничего, правильно? В школах нас этого практически не учат. Нас там учат древний Египет, древний Рим и так дальше. Что происходило в Китае, нам там одним абзацем рассказывают. Так что вот посмотрите, кто хочет в качестве образовательных целей. Итак, тут нам дают сразу задание накопления сил. Господин Кунжун. Страна погрязалась хаво. Состояние желтых повязок. Подобно лесному пожару. Расплазать обожжим землю. Вы должны припасить его пламя. Состояние против желтых повязок. Остригайтесь Юань Шао. Юань Шао это вроде как то ли здесь, то ли что. Не знаю. Посмотрим. По ходу дела узнаем. Так, тут нам дают... Ну, естественно, тут вообще за каждую фракцию, которую вы начинаете, вам сразу дают соперника такого слабенького. Вам нужно его победить. Получим снабжение и боевой дух для всей фракции на три хода. Тоже неплохо. Вот он тут находится. Тут у нас показано время года, деньги, прирост, еда, продовольствие, ресурсы. Тут, я так понимаю, какие-то стратегические есть. Ну, я вообще по игре так мало что знаю. Там посмотрел некоторые видосики. Посмотрел, кто как другие играют. Кое-что для себя узнал. Так, обзорок фракции. Вот, маркизы, да. Не знаю, откуда они выкопали вот эти вот названия. Неужели в Китае не было каких-то своих собственных имен для обозначения ранга внутри государства? Маркизы, герцоги. Странно это странно. Такой вот обзор у нас фракции. Дальше у нас идет добор. Последний тут пока что, видите, все заблокировано, потому что тут нужно подниматься по своим, по рангам. Родословная. Это наш отец, я так понимаю. Жены у нас, наверное, что нету персонажей. Это тот, который у нас вроде бы как в армии находится. Хорошо. Ну, дипломатия. Со всеми, с кем мы знакомы, я так понимаю, мы воюем. Вот Дон Джо. Это главный злодей. И империя Хань. Души территории этой самой империи. Ну, так, да, это вассал Дон Джо. А мы, ну что с ним воюем, или что мы находимся, в каких отношениях войны Дон Джо? Да, мы воюем против Дон Джо. Хуан Шао. Это вот здесь. Империя Хань, вестанье желтых повязок. Это такие, типа, как раньше, знаете, в тоталварах были нейтральные страны, которые ты просто захватывал нейтральные города. Вот. Тут пока нечего в дипломатии смотреть. Реформа – это древо технологий, которые нам доступны. Вот это, наверное, что-то не знаю, это исследовано уже или что. Ну, по ходу дела мы это узнаем. Тут реформа через ходы, ты выбираешь просто. Шпионаж пока заблокирован. Там хроники, казна, экономика наша. И, кстати, налоги тоже заблокированы для увеличения, унижения, снижения. Варанг нужно поднять, правда, не написано, какой. Сцене это, понятно. Накопление СИО, понятно. Получение предметы. Да, у каждого генерала-персонажа есть свое окошечко, которое можно посмотреть, что там у него находится. Сторонника можно поставить, аксессуар какой-нибудь. Чутье счастья. Мало, но достаточно, чтобы служить счастье. На виду конец обженнего боя в своей армии. Неплохо. Возьмем. Правой кнопкой. Хорошо. Броника у нас халатик какой-то. Ну и оружие. Оружие, я думаю, тут и так стоит хороший. Подходящий для нас. Ладно, давайте пошли в бой. Начнем сразу битву. Игра у нас, кстати, достаточно неплохо оптимизирована, мне кажется. Достаточно бодро. Ну, если сравнить с Вархаммером. Когда Вархаммер вышел, то там у меня грузилось очень долго. А тут как-то пободрее. Хотя тоже не очень быстро, но пободрее нагрузится. Ну, тут во время загрузки такие вот разные фразочки крылатые от наших генералов. Сейчас расскажу про армию. Как она тут вообще нанимается. Как она все тут происходит. Тут есть отличие от классических туталваров. Достаточно сильные. Вот у вас, например, вот сейчас у нас видно, что есть третий таких полководцев внутри нашей армии. И каждый полководец может иметь свою дружину в количестве шести отрядов. Сколько именно полководцев у лимит на армии, я что-то даже не знаю. Хода дела. Разберемся. И набираешь эти отряды. Если гибнет полководец, точнее, если отряд как бы бежит с поля боя или погибает, то он не погибает окончательно. Со временем он может восстановиться. Вот такое вот дело. Тут также в настройках я поставил, чтобы мне группировались отряды не по боеначальниках, к которым эти отряды принадлежат, а по их классу. То есть тут идут копеечки, лучники, конницы. Так, нашего правителя стоим позади. Генералов куда-то сюда. Садников сюда вставим. Генерал за не поддержит. По 50 этих вообще, по 40. Очень мелкие отряды. Почему-то оконницы. Почему? Так, здесь есть такая вот ложбина. Как это назвать правильно? Можно, кстати, тут нельзя. Значит, станем чуть подальше. Наверное, враг пойдет на нас сразу сам. Возможно. Возможно, и не пойдет. Так, отключим вот эту хрень. Лучников сразу позади поставим. И лучников надо поставить вот так, на флангах, чтобы они потом могли обойти врага сзади и сзади в спину настреливать. Ну, какой-то ховарный план. Можно спешиться. Можно разрядить строй, чтобы он был чуть... Таким... Разреженным. Логично. Разрядить строй, чтобы он был разреженным. Когда начнется схватка, покажу анимации. Многих этот вопрос интересует. Это мы сражаемся против желтых повязок. Можно отключить камеру. Интерфейс, точнее. Смотреть на них. По красоте, как оно все выглядит. Какие вот наши копейки. Они умеют наши копейки. Нету, что-то построение. Ну, думал, стена копей. Ах, ты пошел сюда. Нет, иди сюда на нас. С чем-то сюда идешь. Ну, кстати, мечники. Можно было борошеночку. Так, все это наше бравое построение. Немного перестроен. Не могу через реку перейти. Вообще-то, можно одним отрядом вводить их за собой. Как истинные стартеги. Ну же, вперед! Слушниками их все равно нету. Ну, давай, посмотрим, какой тут натиск вообще. 160 человек. Смотрите, неприятель показал спину. Молодушные мерзавцы. Приготовиться. И, ну, это, конечно, легкий бой. Три отряда. Так, кучники, пожалуйста. Не надо стрелять. Сюда стреляем. Больше мы их-то, наверное, завалят. Давайте один отряд мечников сюда отправим. Я, кстати, тоже ученый. Все, уничтожник, убираем. Это достанет. Нет, не достает. Хорошо. Вперед, бегом! Выдвигайтесь скорее! Быстрее! Убили. Мы из отряда вот правильно добивать. Дай врага! Что, он не держится долго. О, еще. Короче, сражается только конец у нас в этом. В бою. Эти, как-то, как-то, постреляют. Все, все. Я думаю, не давать вот этих все-таки добил. Все, мы победим. Все, мы победим. Белославная победа. Неплохоучники настреляли, да? Да и вот наших полководцев. 81, это 81 он убил, да? Мы их перехитрили. Так, дают нам тут, кстати, деньги. Ну, три на выбор решения. Деньги и снабжение получить или пополнение войск. Ну, потеряли мы мало. Снабжение у нас будет. Я возьму деньги. Так, выполнили задание. Задание получить на кунжу, уничтожает витяжные желтые повязки. Нужно захватить. Здесь такое поселение. Получим народную поддержку. Общественный порядок. Петюшка фракции. Плюс 25 процентов. Что за фракции? Пока не знаю. Повышение уровня. Можно прокачивать. Наши генералов. Генералов. А, это... Что-то значит, это он создаст новую армию, что ли? Возможно. Так, вот такое древо умений есть. Выведу на свои территории плюс 10. Павающий вид. Либо остается возврата войск к Вегру. Супрежим первый министр, наследники или глава фракции. Пополнение войск плюс 5 процентов. То есть, он командует. Но рано или поздно мы его, наверное, назначим командующим. Что-то пусть будет. Так. Ну давай дальше посмотрим. Это мы знаем. Это мы знаем. Ага. Тут можно подружиться. Между своими персонажами. Ну, персонажи между собой дружат. Противник погиб. Выполненно знаем. Там еще мы получили. Еще этим надо, конечно, расставить разные вещи. Полезные. Ну, давай поставим. Я сделаю, что смогу, Владыка. Пользовать. Куда будет так? Иди-ка просветлеть. Идем дальше. Познал. На дело! Так, ребята, я сделал расстановку войск. Это все вырежу. Чтобы вам не показывать. Две группы у нас. Какие? Придущие в сражении. Так, враг стал. Тут вот такой пригорчик, что ли. И будет, судя по всему, стоять. У него много лучников. Есть две кавалерии. В кавалерии. Понятно. Значит, куда? Откуда мы пойдем? Пойдем, наверное, что вот отсюда. Вот так. Вот так. Конницу я бы завел им куда-то вот сюда, в тыл. Нужно просто с двух сторон пойти. Раздряжать их. В скором времени. Поделать должны в нее перестроиться. Правда, в какую сторону. Шильм сближения. Главное, на копеечку не нарваться, да? Пытаемся не попасть под их луки. Вперед. Ну, копе все равно стоят. Синие трассера, так. Галиковата я поставил, конечно, конницу. Держат, держат они своих копейщиков. Ёлки-палки, полотряда с Филлери. Сразу два отряда в ноль просто. Так, не вижу что-то второго отряда. Копиеносцев, видимо, наши луки перебили. Сюда помогите. Наверное, в тобой бы сыграл лучше. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так, все, лучники встать. луки конечно им банк нужно много набирать в армию очень много добивать тут нет смысла то это гарнизу 23 убили 11 этот только посражался научники тоже нормально и конец нормально сработала быстрый ум отражает самые сильные удары оккупируем к нам сюжет при этом дисциплина потому что такое как жанку на подвижен кун это мы получили на задание полученные вернувшись домой жанкун желает облегчить долю народа везти и улучшить постройку у езди дай хай селени и комическое развитие стоимость строительства из 20 процентов стоимость время строительства минус один тут нужно любой любое здание построить нужно выбрать что такое дешевое получить бонус и тогда уже что-то подороже ставить 0 набор войск именно набор войск наверное что-то поставил тут уже что-то есть построенных земельный департамент селение это защита я так понимаю да или это основной город совсем понятно вот это вот дешево самое ну бесплатный до 0 написано монет насколько я понимаю давай поставим призывной пункт будет закидай замываться так а войска он может двигаться не может начисто на сюда набирать в первый ход нам нельзя ничего сделаем хорошо ребята давайте на это будем заканчивать первую серию здесь вам понравилось ставьте лайки если вам понравилось подписывайтесь на канал если этого еще не сделали всем пока и до встречи следующей серии